Янтарный милиционер. Римненская область до сих пор без начальника милиции. Пока еще. Как янтарный бизнес связан с охраной общественного порядка? Кто продвигает людей в погонах в этот бизнес? Разбиралась Инна Белецкая. Смотрите внимательно. Это эксклюзив подробностей. Десятки людей в камуфляже. Представители практически всех общественных организаций Римненской области. Возле местного УВД. Опять аншлаг. Ждут Николая Щерука. Его на посту начальника милиции утвердила кадровая комиссия Министерства. Принято решение на кадровой комиссии Альтернационного комитета в Киеве про призначение деяких керевников, деяких областей. А вот так Щерок уже пытался пробиться в УВД около трех недель назад. Где вырвешь? Представлять его коллективу тогда приезжал заместитель министра. Увидев реакцию общественности, не рискнул. Министром было принято решение. Комусь это очень не нравится. Потому что это открытость. Потому что не пришел министр на какие-то кулуарные призначения. И вот сегодня люди возле УВД устроили дежурство. Почему же в министерстве не хотят уступать? И чем ценен пост начальника милиции именно в Ривненской области? Ответ для местных прозрачен и понятен. Янтарь. Те люди, которые убивают призначение Щероке, хотят завладеть в первую очередь видобатком бурштину. Потому что каждый день с Ривненщины вымывается на миллион гривен бурштину. Значение начальника милиции, который будет одним из первых людей, который будет крышевать бурштину. В Украине крупное месторождение янтаря находится только в Ривненской области. Незаконную добычу до уровня государства раньше прикрывали высшие министерские чины и депутаты парламента. На местном уровне дань. И немалую собирала милиция. Вот так выглядит территория, где ведется добыча солнечного камня. Нас на условиях ковной анонимности к одной из таких копанок привез координатор целого подразделения янтароискателей. Он рассказывает, как платит дань милиционерам. Каждый день. Роман не сомневается, доходы от крышевания и бизнеса, который... ...которым он занимается, главный мотив для работы на руководящем посту в Ривненской милиции. В первую очередь начальник гравитделу, а там дали кошты продаются на начальника управления, ...який в цьему всему сприяется. Это фактически держава втрачает такие гроши, вот эти, что в милиции? Килограмм. Больше 8 тысяч долларов за килограмм. Сегодня нового начальника в Ривнен так и не дождались. По телефону он заверил, не знает, когда именно его представят. На вопрос, кто ему покровительствует и какие интересы за этим стоят, ответил так. Лоякость повязана ваше призначение с возможностью контролювати выдобывание буршкина? Рискнуть ли в министерстве поставить на один из ключевых постов человека, против которого выступают все без исключения общественные силы местного Майдана, но которого активно поддерживают депутаты от бюд и свободы, станет известно уже в ближайшие дни. А активность на янтарном рынке прояснит мотивы этого назначения. Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер.